Ваш мужчина не восхищается вами и вы считаете, что все дело вашей неидеальной внешности. Вопреки всем мнениям, самые желанные мужчины планеты много лет счастливы в браке с далеко не супермоделями, а обычными, но мудрыми женщинами. Несколько наших встреч мы посвятим теме не в красоте счастья. Откроем секреты женщин, покоривших самых успешных и красивых мужчин планеты. Поможет нам в этом наш эксперт-психолог Наталья Холоденко. И, пожалуйста, приветствуйте моих гостей, успешных и красивых мужчин. Спасибо большое. Александр Федан и Сергей Писаренко. Спасибо. Ну вот я смотрю на свою подружку, кажется, внешность далеко не модельная, но муж, ну просто золото, на руках ее носит. И подруги, которые одиноки и красивы, считают, что это не очень справедливо. Так на самом деле, насколько важна красота, внешность женщины для мужчин? Если бы все сводилось к красоте, мне кажется, можно было бы всем сделать силиконовое. А это красиво, да? Нет, ну если бы говорите о нынешней красоте, и сразу бы все сложилось, все были бы счастливы. Да нет, например, у меня жена красавица, не буду спорить, но 10 лет мы живем вместе, наверное, по другой причине. Ты бы мог полюбить не красавицу? До жены я встречался с энным количеством девушек, и, наверное, какая-то там львиная доля из них была харизматичных девушек, нежели, ну прям красавица, с которой не о чем пообщаться. Мне нравится завоевать ее, с ней поговорить. Она должна какую-то иметь свою позицию. А женился все-таки на красавице. Так она очень харизматичная. Это просто случайно совпало. Совпало, да. Умная и красивая, мне повезло. Я просто напомню один фильм, в котором играл замечательный актер Михаил. Фильм назывался «Мужики». Когда он взял из деревни детей, и вот в торговом центре была картина, продавцам, сказал такую вещь, сказал, девки, а вот скажите вы мне, почему мы, мужики, любим красивых, а женимся на хороших? Они все растеряются. Он говорит, а как? И пошел, оставив паузу такую, завесил. Мы, мужчины, хотим то, чего нам не хватает, а не то, что принято в обществе. В какой-то момент, конечно, и многие успешные мужчины, они действительно хотят, извините за слово, погулять с красоткой. Но погулять и пожить – это разные вещи. Сегодня мы соберем пазл сердца и увидим, из каких составляющих состоят идеальные отношения мужчины с женщиной. Кстати, как удержать вот такого звездного, действительно успешного, известного на весь мир мужчину Джеймса Бонда? Например, знает его жена, вернее, жена актера Пирса Броснена, который неоднократно сыграл Джеймса Бонда. Ее зовут Килли Шейксмит. И сегодня мы будем исследовать буквально их историю любви, которая длится уже 10 лет, и, по мнению журналистов, является довольно проблемной. Ну, как минимум, потому что сейчас у Килли очень много лишних килограммов. Давайте посмотрим немного об этой истории. Килли Шейксо, Холли Берри, Салма Хайек, Джулиана Мур намагались растопить крижанное сердце Пирса. Он полностью поринул в работу, решивши, что в его жизни была и остается только одна любовь. И так бы, может быть, и было, если бы не одна случайная встреча. Журналистка Килли Шейксмит, яка никогда не считала себя красной, и всегда страдала от взаимой ваги, пришла к Пирса взять интервью. И уже за несколько недель Пирс и Килли зрозумели, что повуха закохалась одна в одного. Она, с радостью, стала другую матерью детям актора от первого шлюба. Когда в паре родилось двое сынов, Пирс остаточно понимал, что готовый одружиться в другом. Мне очень счастливо, что я встретил Килли, говорит актор. Я уже не верил, что смогу найти свою другую половинку. Встречу гострим на язык таблоидам, которые уже много лет натикают, что дружине агента 007 терминово нужно «схуднуть», Пирс любит Килли такую, которой она есть. Он счастливый и не соромится демонстрировать свои почутки на червоных дорожках. Его дружина пишется своими женственными формами и не собирается ховать их в мешковатом одессе. Пирс твердит, что она одна на миллион. Я рад, что нашел ее. Возможно, у кого-то сложится впечатление на то, что Килли просто преворожила Пирса бросно. Но как могло получиться, что такой же титулованный, известнейший актер, за которым ухлестывали явно голливудские звезды, остановил свой выбор на непритязательной, по сравнению с этими красотками, журналистке. Дело не в привороте, а в мудрости женщины, которая поняла, что важно именно для этого мужчины, и стала ему давать те ощущения, давать ему именно ту теплоту и то понимание, которое было нужно именно этому человеку. Но вот заинтересовавшись этой историей, я прочитала несколько интервью, которые давал Пирс Броснан и Килли, его жена. И она рассказывает о том, как все начиналось. Она взяла у него интервью, он ее пригласил на ужин. И во время этого фактически первого свидания она вела себя сдержанно, в душу не лезла. Он, ну, в общем-то, удивился, потому что женщины, ну, как это часто бывает, практически на него набрасывались. А тут вот такое спокойствие. И это его настолько заинтересовало, что начались звонки. Она обычная журналистка, он суперзвезда, Джеймс Бонд. На минуточку, да? Они стали созваниваться, он ее приглашал ужинать, они даже ездили вместе отдыхать. Ему нужен был психолог. При этом, как Килли признается, они даже во время совместного отдыха останавливались в разных номерах. То есть его это, наверное, интриговало, он даже раздражался, что вот настолько стерильные отношения. Но в конце концов проникся чувством нежной привязанности. А поскольку для каждой женщины обычная или прекрасная, ее мужчина это настоящий Джеймс Бонд, будем исходить из этого, то секреты Килли пригодятся практически всем женщинам, которые хотят удержать своего мужчину как можно дольше, в любви. Первое качество, которое, я думаю, привлекло очень сильно нашего героя – терпение. Итак, сдержанность на первом этапе знакомства. Действительно ли это работает? Да, у меня с женой было именно так. Мы познакомились, будучи школьниками, играли вместе в КВН. Я начал встречаться с ее подружкой. И через пару лет мы встретились уже непосредственно в университете, в котором я учился, а она работала. Я как-то по старой дружбе приходил делать ксерокс. Она мне где-то там что-то помогала, иногда там подкормила, как она любит шутить, ходила бедос, а я ей подгудовывала. Это продолжалось несколько месяцев. Пришла ее директриса, говорит, слушай, может, хватит ходить, может, ты как бы девушку уже там на КВН пригласил бы куда-то, на свидание. Ну ладно, идем. Надо так, надо. И вроде бы ничего не предвещало, да, и она не показывала свои эмоции по отношению ко мне, хотя мы уже тогда были какими-то микрозвездами в родном городе. Мы выступали на телевидении, девочки, конечно же, там моргали и так далее. А здесь наоборот, такой холодок. То есть она не подпускала к себе. Это заинтриговало. Я ее по факту добивался. Потому что по твоему рассказу я не понял, как его добивался. Я ее добивался, потом у нее оказался парень, потом какие-то там разборки с ее парнем. Ну, слава богу, все выжили. Кто добивался ее, я. И именно потому, что ее было интересно добиться. Она сдерживала свои эмоции. Я не сторонник расстояний от знакомства до первого секса. Меня больше интересует содержание того, что будет происходить и после секса, и во время секса. Не важно, когда он произойдет. Но если это через месяц будет пусто, и если я не получу наполнение, то я все равно уйду. Так зачем ждать месяц? Наверное, Килли тоже так думала. Она поступила как мудрая женщина. И после того, как они с Пирсом Броснаном все-таки стали любовниками. Семь лет она терпеливо ждала, когда этот любимый ее мужчина сделает ей предложение. За это время у Килли и Пирса родилось двое сыновей. Но она никогда не ставила ему ультиматум и ничего не требовала. Говорила только, что она любит этого замечательного мужчину просто за то, что он есть. И он, видимо, оценив ее терпение, в конце концов, сделал ей предложение. Действительно, терпение – это очень важный фактор, который определяет длительность и качество этих отношений. Саша, помоги мне, пожалуйста. С удовольствием. Это первый пазл нашего сердца. Вот эта вот тонкая грань, когда женщина начинает быть чуть-чуть более инициативна, чем это комфортно для мужчины, он перестает себя чувствовать мужчиной. Мужчины не любят, чтобы на них давили. Наташенька, тут можно дать какие-то советы? Первый момент – эта женщина себя правильно повела, она действительно прочитала потребности своего потенциального мужа. И для начала она стала для него просто другом, просто вот тем близким человеком, с которым ему захотелось раскрыться. Второй момент – это то, что она не торопила события, она не вешалась ему на шею. То есть все то, к чему привык наш Джеймс Бонд, он этого не встречал в ее поведении. В психологии это называется парадоксальная реакция, когда ты поступаешь с человеком совершенно не так, как он привык это видеть. И это его заинтересовывает. Поэтому, если мы говорим про такой типаж мужчины, который трудоголик, который востребован, у которого очень много внимания со стороны женщин, вот терпение – это действительно очень важный момент. Его не стоит торопить, стоит учитывать, что его жизнь настолько насыщена и наполнена, что если он будет чувствовать какое-то давление, влияние еще со стороны женщины, это будет его просто раздражать. Лайк. Вот что очаровывает Пирса Броснана в ситуации с Килли, его женой. Она, несмотря на то, что он очень обеспеченный, за время их совместных отношений, он снялся в трех фильмах о Джеймсе Бонде, сыграл три звездные роли, разбогател, открыл собственную продюсерскую компанию. То есть это женщина, которая, по мнению многих, могла бы купаться как сыр в масле, и уж, по крайней мере, не парится по поводу работы. Но вместо этого Килли в прошлом журналист, имея уже двух сыновей и успешного мужа, продолжает работать. То есть она находит себе интересные занятия, там, на телевидении, даже на невысокую оплату в работе соглашается, для того, чтобы чем-то себя занять. И каково отношение ее мужа к этой ситуации? Он говорит, мне многое нравится в своей жене, но то, что она самостоятельна, привлекает меня больше всего. Такое впечатление, что если она останется без меня, она справится, она не пропадет. И, наверное, поэтому, говорит Перс Броснан в одном из интервью, я настолько стараюсь быть рядом с ней и никогда не захочу, чтобы она осталась одна или, тем более, с каким-то другим мужчиной. Насколько важно для современного мужчины, успешного, который привлекает женщин, чтобы женщина была самостоятельной? У меня была подобная история и в эту сторону, и в другую. А твоя жена сейчас работает? Моя жена сейчас работает. Расскажу сначала одну историю. Когда, еще там, на периоде становления, работал не на телевидении, работал в рекламной сфере, и моя жена тоже устроилась в этой же компании на работу. В какой-то момент меня начало раздражаться, что ее постоянно нет дома, мало внимания по отношению ко мне. Я в воскресенье пришел и, по сути, ее уволил. Пришел и поругался с ее директором и добился увольнения. Не спросив ее? Ну, я сделал все очень нагло, по-мужски, извините. Но, годы спустя, я настоял, в том числе, на том, чтобы моя супруга продолжала развиваться и работала. Чтобы она не сидела дома. Она у меня работает учителем английского языка, старшая школа. Она развивается, двигается вперед. И, соответственно, там еще хватает свободного времени, потому что это госслужба, а не современный бизнес. Тебе хочется, чтобы она тоже не стояла на месте, двигалась вперед, общалась с людьми и тебя тоже удивлял. Она успевает следить за домом, за всем уютом, она успевает воспитывать ребенка. И у меня дома все идеально. И уделять мне внимание в том числе. Моя спутница, она занимается тоже творческой деятельностью. И в этом смысле у нас происходят постоянные обмены. Что-то обсуждаем, что-то рождается в этой деятельности. Когда мы поглощаемся, мы оба счастливы. Но при этом она самостоятельно успешный человек. А кто больше зарабатывает? Если в день, то я. Ну, не каждый день. За последние несколько лет, то я просто сопляк. В принципе, речь идет о том, что женщина, которая является самостоятельной или работает, она может и материально себя обеспечить. Для современного мужчины, может быть, это тоже важно. Меня это тешит, конечно. Я ей говорю, что бы ты делал вот сейчас без меня. Вот сейчас. И вот посмотри, что я сделал. Ты понимаешь, какой мужчина рядом с тобой? Она говорит, о, гуру, ты лучший. Действительно, Килли поступает очень разумно, потому что самостоятельность – это то качество, которое, я думаю, в этих отношениях является очень важным. Мужчина, с одной стороны, тяготеет, чтобы женщина была от него зависимой, чтобы она нуждалась в нем. Но любому мужчине хочется вместе с этим быть рядом с личностью, быть с женщиной, с которой есть о чем поговорить. И это сложно делать той женщине, которая полностью поглощена бытом. Не обязательно всем женщинам, у которых успешные мужчины, надо бежать на работу. Это могут быть хобби, курсы, различные виды обучения. И это очень важный момент. Женщина таким образом все время поддерживает хороший уровень своей самооценки. Не просто самооценки, еще и уважение со стороны мужчины. Конечно. Саша, я тебя прошу, этот важный пазл вставить в наше сердце, потому что самостоятельность – это та черта, которая значима в отношениях с успешным мужчиной. Сейчас будет пазл, который, по-моему, может разбить любое сердце – ревность. А как может быть без этого разрушающего порой чувства в отношениях мужчины, который нравится многим женщинам, и женщины, которая его любит? Пирс Броснан, возвращаемся к истории любви его и Килле. Он дает интервью и рассказывает. На съемочной площадке он снимается с женщиной в сценах любви. Один, второй раз. И она ему говорит, что она его любит. Ну, так раз и признается. Пирс Броснан, мол, у меня-то жена. И Килле берет и рассказывает об этом, как он говорит, ну, просто потому что я не могу ей не рассказывать. Я рассказываю ей все. Что делает Килле? И вот я цитирую, как рассказывает Пирс Броснан. Вскоре жена заглянула на съемочную площадку и застала меня в объятиях этой девушки. По воле судьбы именно в этот момент мы снимали романтическую сцену. Я думал, будет скандал, говорит Пирс. Но моя жена сделала вид, что ничего не случилось. А после съемки подошла к этой девушке и говорит ей, что я, разумеется, изумительный мужчина, но у меня уйма недостатков. А вот режиссер фильма вообще выше всяких похвал. Не мужчина, а мечта. С тех пор актриса интересовалась только режиссером. Ну, такая, мне кажется, полушуточная история. Не новый прием абсолютно. В студенческое время, а то есть я дружил с девушкой, ее подруга заинтересовалась мною. И тогда ее подруга спросила, а как он, Сергей, вообще? И она сказала, он ужасный. Откуда ты это знаешь? Мне потом, через 10 лет, эта девушка рассказала разговор с моей девушкой, когда она мне сказала, что я ужасный человек, что со мной вообще опасно даже любовью заниматься, что мало ли что там и так далее, что я, она забеременеет, и я обязательно брошу. Она была просто напугана так, что ушла, а эта победила. Мадам осталась, так сказать, рядом. В шоу-бизнесе все принято вот это м-м-м-м и так далее. Ты кому-то подошел, поцеловал, тебя уже можно сфотографировать и вынести сразу же, оу, у Педана Роман, да неважно с кем, да, и понеслась. Она к этому как-то привыкла, адаптировалась. Я вам расскажу одну историю. В тот момент, когда мы жили отдельно, она жила в Мельницком, я тогда был участником камеди и жил в Киеве. У нас были вечеринки в самом крутом клубе. Начали писать о том, что вот, Педан с той, а потом с этой. Ей же все шептали на ухо подруги. Она, конечно, накалялась, она говорит, но в какой-то момент, когда пришла подруга и говорит, ну что, все, ты от тебя ушел? Еще и кому? К мужчине? После этого моя супруга говорит, я уже просто перестала на это реагировать, поняла, что слухами мир полнится. Она как-то к этому отнеслась нормально. Был еще один маленький случай, когда девочки находили мой номер телефона, они мне писали какие-то смс, звонили там по ночам и действительно дышали в трубку. Я просто уже не знал, как объяснить это все своей жене, и я отдал ей телефон. И она начала переписываться с девочкой, которая писала мне. Была достаточно жесткая переписка, и не все слова можно было бы произносить в нашей программе. Они друг друга там, в общем, послали. С тех пор не было звонков со стороны той барышни. Ну и моя жена действительно мне верила, когда мне приходила смс, с каким-то непонятным текстом, понимала, что это правда. Ревность – это действительно причина, по которой расходятся не только звездные пары, но и обычные люди. Бывает такое, что мужчина востребован, а женщина не умеет себя разумно вести в этих ситуациях. В случае с Килли, когда были моменты повода даже для ревности, ее поступки, они были не эмоциональные, не легкомысленные, а она вела себя как женщина-ценность. Очень важно сразу не впадать в истерику, потому что в этот момент мужчина начинает смотреть на женщину, которая ревнует, как на очень неуверенную в себе, неценную, неважную, незначимую. Поэтому три совета, которые я хочу дать по поводу доверия, Саша. Вот наклей, пожалуйста. Доверие – это антиревность. Первое – это учитесь контролировать себя. Не стоит вести себя как истеричка, закатывать скандалы, в особенности при людях, потому что мужчины, они не терпят публичного унижения. Второй момент – это то, что в большинстве случаев ревность вызывает неуверенность в себе. Стоит здесь обратить внимание на второй пункт – на самостоятельность. Если женщина реализуется в этой жизни, она не будет так часто ревновать, она не будет так болезненно воспринимать какие-то знаки внимания в адрес мужа. Она будет более состоятельной, уверенной личностью, легче на эти все события смотреть. Женщина, которая ходит на работу, извините, пользуется вниманием у мужчин, она себя действительно чувствует более уверенной, нежели та, которая сидит дома. Да. И третий момент – это то, что поводом для ревности часто становятся какие-то разговоры про то, каким он был до тебя, сколько у него было женщин, какие там были отношения. И многие женщины, они ревнуют просто потому, что они слишком много знают и правды, и неправды о прошлом своего мужчины. Стоит жить настоящим. Итак, следующая проблема или задача, с которой успешно справилась Кили. Перс Броснен говорит о себе, и мне кажется, это практически обо всех мужчинах. Я мужчина, у меня большая семья, я понимаю, что должен о ней заботиться. Я должен хорошо зарабатывать, должен защищать, должен оберегать. Я должен это делать, так как я мужчина. Но иногда хочется, чтобы слово должен, ценилось. И дальше Перс Броснен рассказывает историю о том, как они вместе с Кили начали жить. И он приносил домой какие-то продукты, она из этого готовила. И она никогда не забывала сказать, боже, как ты прекрасно умеешь выбирать апельсины. Из них изумительный сок получается. То есть вот она на такие нюансы обращала внимание. Еще он рассказывает историю, что до сих пор он подает ей завтрак в постель, обязательно кладет на поднос аккуратный цветок из их сада. И она всегда этому радуется, как будто это в первый раз, не привыкая к тому, что он делает какие-то вещи. Я, допустим, уверен, что моя супруга приносит мне удачу. И она сама об этом тоже говорит. Ты видишь, как я с тобой? Она тебе спасибо говорит? Не то слово. Потому что я же тоже говорю, вот видишь. То есть она не просто тебя хвалит, она еще и подчеркивает, что все это благодаря ей. Гениально. Только женщины так могут придумать. Дело не только в похвалах. Женщины еще и свойственны им выедать. Похвалить одно дело, но когда мне женщина начинает говорить, что я чего-то не делаю, что это надо сделать, это меня порой еще больше стимулирует. Поэтому Килли в этом смысле не очень показательный. Просто хвалить, знаете. Я не идеал. И у меня вот сейчас здесь расхождение прямо на все сто. Ну как? Ну тебя же жена за что-то хвалит? Ну крайне редко, я вам скажу. Честно. Я хочу обратиться. Инна, посмотри на Килли. Посмотри на Пирса, на наших друзей. Я требую похвалы. Ну это правда ее тактика. Но хочется жутко вот это вот. Я ругаюсь, когда говорю. Я посуду помыл. Скажи мне спасибо. Она говорит, а я же мою каждый день. Кто мне говорит спасибо? Это была моя ошибка. Я когда-то так сказала. Так здрасте, а ты мне тоже будешь за все спасибо? Говорит, так мы будем постоянно говорить друг другу спасибо. А надо было говорить. Я в тот момент сказал, все, я не мыл месяц, я не подходил к кухне. Ну а так договорились. Ну реально, мне это было действительно очень обидно. Для меня важно, чтобы меня похвалили до того, как я что-то собираюсь сделать. Мотивировали. Я только собираюсь что-то сделать. И если мне моя женщина скажет, ты все сделаешь, очень хорошо. Потому что ты очень талантливый, гениальный мужчина. И я это сделаю. И я это сделаю. И потом она опять меня похвалит. Прям озвучил такой совет. То есть если вы хотите попросить мужа починить кран, и он, вы чувствуете, что он готов сейчас сказать, ну мы можем вызвать сантехника, вы должны сказать, так как ты это сделаешь. Не сделает ни один сантехник на планете Земля. Я починил розетку в доме как-то раз. Ситуация была действительно, когда я из стены вывалил сама розетка. Я вытащил ее, снял зажим, естественно, что крутил на место. Она стала работать, утюг, все. Пришла мама, она маме показала. Пришла подруга на подруге, смотри, он сделал это сам. Я тоже так хочу. Для меня это вначале было дико. И для меня очевидно, что мужчина должен уметь. Ну то есть я так воспитан. Все равно в подсознании мне это было очень, очень приятно. Не стоит воспринимать как должное то, что мы делаем стабильно хорошо. Потому что это стабильно хорошо может тоже закончиться. И многие мужчины, которые на сегодняшний день хотят чинить розетки, покупать продукты, в один из дней подумают, ну и так никто это не замечает. Зачем напрягаться? Зачем я это буду делать, действительно? А в особенности похвалить мужчину в присутствии других людей, это идеально стратегическое решение. Поэтому обязательно нужно хвалить мужчину. Не надеяться на то, что его и так слишком много хвалят на работе, потому что эта похвала в доме, она другая должна быть. То тебя хвалят как личность, как специалиста, а здесь как мужчину, как мужа, как отца. Это очень важно. Но и не перехваливать. Как результат мужчина уже тоже начинает себя чувствовать слишком уж хорошим для одной женщины. Типичная женская психология. И так очень важный пазл в нашем сердце идеальных отношений – это благодарность. Я помогу вам, сударыня. Спасибо большое. И по поводу тех приятных мелочей, которые мы, безусловно, можем сделать друг для друга, и за которые стоит поблагодарить. Приготовить чешку кофе и выпить вместе. Угощайтесь, пожалуйста. Ах, а можно тебя угостить? Да, спасибо. Кстати, ранее турецкие женихи во время церемонии обручения давали обещание, что их жены непременно будут обеспечены кофе. А невыполнение обеда могло послужить причиной развода. Нес-кафе. Первое правило утра. Бывают в жизни сложные ситуации, из которых очень важно выйти правильно. И в жизни Броснана и Килли эта ситуация произошла в 2005 году. Как он говорит, что это был момент, когда он думал, что оборвалось все. Потому что ему позвонил его агент и сказал, компания, которая снимает новый фильм о Джеймсе Бонде, в наших услугах не нуждается. То есть Джеймсом Бондом ему больше не быть. Когда Перс Броснан пришел к жене и рассказал ей об этой ситуации, а агент говорил, мы будем бороться, мы подадим в суд, то Килли сказала ему, как я благодарна Богу за то, что он дал мне ум, и ты для меня всегда будешь Джеймсом Бондом, что бы ни случилось. После этого Перс Броснан успокоился и по своему собственному признанию агенту своему так и сказал. Ты знаешь, у каждого человека в жизни есть одна главная роль, и нужно справиться с ней. Агент, естественно, подумал, что он имеет в виду роль Джеймса Бонда, но Перс Броснан говорил о роли дедушки, у него скоро должен был родиться внук от сына в предыдущем браке. И поэтому для него в тот момент оказалось очень важно, что Килли его поддержала, и ей было неважно, будет он Джеймсом Бондом или нет. Хотя лично для меня ситуация спорная. Мне кажется, что с другой стороны, женщина, его любимая жена, наоборот, могла сказать, да, давай будем бороться, ты это сделаешь, и мы бы получили еще одну роль, звездную, Перс Броснана. Здесь мудрость этой женщины состоит в том, что она поддержала своего мужа в том, что важно для него. К тому моменту, возможно, он уже устал, возможно, она увидела, что его потребность все-таки реализоваться и как мужчине, и как члену семьи, и как отцу, и как дедушке. Если бы для него было важным отстоять эту роль, я уверена, что она ходила бы с ним на каждый суд и поддерживала его в этом. В моей жизни тоже были моменты, когда я начинал волноваться по поводу отсутствия или наличия, то есть каких-то заказов, работ, съемок и так далее. Или в ожидании предложения оно не поступало. И вот моя супруга, она не просто говорила мне, успокойся, она умеет перекладывать мою энергию в другое направление. Или подсказывать пути, где я могу сейчас задействовать свою энергию, пока здесь идет отдых. Сделай вот это сейчас. Я сделал несколько, благодаря ее совету, таких вещей, которые дали мне после этого работу и дальнейшее развитие. Она мне давала в творчестве советы и в моей карьере, которые сработали и принесли свои плоды. Иногда просто так я ей говорю, говорю, ты знаешь, есть вещи, за которые я тебе благодарен, просто безоговорочно. Вот задача женщины в случае, когда у мужчины происходят падения, они происходят в любой карьере и в любой жизни, создать так условия, так обстоятельства, чтобы она имела повод вновь ним восхищаться. Пускай это будут какие-то домашние задачи, какое-то общение с детьми, совместные дела, но повод, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной, ведущим, востребованным. Вот это вот, пожалуй, одна из самых сложных, самых важных задач, которые должна выполнить каждая женщина, которая хочет крепких отношений. Это ключевой пазл. Это поддержка. Саша. Пожалуйста. Похвалите меня. Сашенька, спасибо большое. Класс. Я лучше всех складываю пазлы. Да, мне кажется, вот это очень редкое качество. И вообще само явление поддержки – это уникальное качество. Это звучит как-то странно достаточно, но иногда моя супруга поступает таким образом. Когда видит, что устал на работе, у тебя какие-то там нервные срывы и так далее, она мне просто может сказать так. Слушай, ты как-то так засиделся уже здесь? Сейчас есть у тебя немножечко времени. Езжай-ка ты отдохни. На свои там сноуборды, серфы, что ты там любишь. Один. Она не боится. Это здесь мы говорим и о доверии. И, конечно же, поддерживает тем, что она мне отпускает, говорит вот таким образом. Понимает, что она сама меня сейчас не сможет настолько там расслабить, мне надо по-другому просто прочищать мозг. Она говорит, езжай-ка ты отдохни, я действительно возвращаюсь к новым человекам. Все хорошо, уже такая поддержка тоже имеет место быть. Конечно, и это говорит о том, что формы благодарности, поддержки могут быть разными, но мудрость женщины в том, чтобы найти индивидуальный подход к каждому мужчине. И твоя жена это сделала прекрасно. Вот как раз пример того, что сказал ты, Саша, это один из советов, которые я хотела дать нашим зрителям. То есть иногда, когда мужчина переживает какое-то кризисное состояние, его, наоборот, нужно оставить в покое. Когда он захочет, он сам затронет эту тему. И еще, конечно, такая традиционная форма поддержки – просто окружить вниманием. Лишняя чашечка кофе поданная, молчаливая забота. То есть не всегда надо много разговаривать, но все время чувствовать, что ты не один, что я с тобой рядом, что я за тебя. И вот тогда я уверена, что любые сложности преодолимы. Я понял, что фраза «красота спасет мир» можно ее перефразировать. Не «красота спасет брак», а «мудрость». Да, потому что у меня семейные отношения длятся 10 лет, и я уверен, что в большей степени за счет того, что моя жена – мудрая женщина. И что отрадно, мудрой не обязательно родиться, мудрой можно стать. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча помогла женщинам стать более мудрыми, а значит, и более счастливыми. Спасибо вам огромное. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!